Сейчас мы немножко покупаемся Они их ни разу вот так вблизи не видели Они как-то думают, как будто это еда какая-то Алиса птичку поймала Еще и мышка Это улитки Ой, рот, рот Ой-ой-ой, что это? Что это такое вообще? Это зуб у нее или что? Привет, я Энни Мэджик И как я обещала, рассказываю вам и показываю нашу обычную жизнь в новом доме, куда мы переехали за город И я давно хотела вам рассказать про улиточек И вы просили сами Они живут вот в таком красивом замке, я бы сказала На самом деле, теплица такая для растений Вот эти вот стеночки, они не стеклянные, они пластиковые И внизу у меня постелен такой мат Если вдруг улитка высоко заползет и вдруг упадет Но у меня ни разу в жизни никто туда вниз не падал То там поролончик, об который она не ударится, ничего себе не сломает Но я знаю, что настоящие улитковеды, улиточники И все, кто как-то улитками занимаются, не советуют держать улиток вот в таких высоких аквариумах, террариумах, контейнерах Конечно, обидно переселять их из этого замка Мне кажется, что улиткам здесь нормально, но сегодня они разделятся и переедут в новые свои дома Мы же переехали в новый дом Софиша захватила себе кроватку и заодно игрушку-сердечко Юмичу это очень беспокоит, она тоже хочет себе сердечко, видимо Бросненько, да? Не расстраивайся, Юмичу, у тебя есть другие игрушки Стоит такая над душой практически Ай, покемон А вы ставьте лайк на это видео, если хотите больше роликов с такой нашей обычной жизни И пишите комментарии, потому что я ставлю на них сердечки, они появляются в видео, я на них отвечаю И вопросики голосуйте И на канал наш подписывайтесь, потому что у нас тут всякое разное происходит Я и заказала маты специальные, улиточные, но их нужно шить под наши размеры Поэтому пока что нашим грунтом будет служить кокосовый субстрат Я думаю, что половинки нам хватит Я как раз здесь специально подготовила емкость такую с тряпочкой для размачивания его Потому что он выглядит как такой кирпичик Если мы зальем его водой и оставим где-то на полчаса, увеличится и станет намного больше Вы это увидите? Ух ты, нифига себе! Кирпич такой, как его разрезать? Мне кажется, его топором надо рубить Я смотрела видео маленькой девочки на ютубе, которая просто взяла и разрезала его У меня не получается Надо, видимо, еще острее нож какой-то, саблю просто Нож для хлеба и попробую реально его пилить сейчас Этот кокосовый субстрат Вот так строить новый дом не всегда легко Чувствую себя реально рабочей какой-то У меня уже руки болят О! Сломался! Ура! Наконец-то! Мы сейчас положим вот сюда специально подготовленную емкость Тряпочка для того, чтобы потом его выжать И чтобы частички никуда не попали Зальем его Он должен уже начать размокать О! Он прям растет на глазах Вот такой вот кусочек мы положили тоненький И вот уже какой он огромный стал Но его нужно сейчас оставить на полчасика где-то Чтобы он окончательно прям раздулся, разбух Что, Софиш? Софиша хочет ко мне сюда Ко мне сюда участвовать в процессе, да? Интересно, что здесь такое? Софиш, все, давай Нельзя собакам на столе Это было плохо, не делайте так Короче, я приготовила контейнеры Здесь две штучки, вот такие вот невысокие Как я говорила, что улиткам нужно, чтобы это было пространство невысокое Чтобы они не упали, ничего себе не разбили Здесь у меня всякие штучки Сейчас я буду сверлить дырки в коробках Для того, чтобы улиткам было чем дышать Нужно сделать дырочки, чтобы воздух проходил И их лучше делать по бокам, вот тут и вот тут Чтобы, типа, воздух заходил и выходил Я решила попробовать сделать это шуруповертом Не знаю, получится ли, но надеюсь, что... Да Оп Ой Я прям сегодня реально строитель Строю дома улиткам Дырочек не много, не потому что там мне жалко или что-то такое Я тоже сначала думала, что нужно много-много воздуха А потом начиталось, что люди даже заклеивают дырки Потому что воздух, жидкость, влага, которая там, она испаряется через эти дырки И это вредно, это плохо улиткам, поэтому им не нужно супер там много воздуха Поэтому нам по три дырочки по бокам Плохой я строитель, у меня сверло в доме застряло Так, ладно, вроде... Нормально На краях остаются такие, как бы, шершавые штучки Но чтобы улиточкам было комфортно проползать по этим дырочкам Я эти шершавые штучки прям, они как-то легко на этой коробке прям отвалились Вот они все у меня вот тут вот, прямо вот Наш субстрат уже размок кокосовый Смотрите, сколько много его из того кусочка Из чего я сделала вывод, что тазик надо было брать побольше И размачивается он, увеличивается намного быстрее, чем полчаса Какое-то время, когда мы жили на съемной квартире, у меня была земля для них И они постоянно в эту землю закапывались Но я пообщалась с улитковедами И сказали, что кокосовый субстрат даже лучше Так как Софиша у нас супер активная и очень хотела участвовать в процессе Я посадила ее сюда, смотри, это земелька, да? Грунтик И Юмичу теперь пришла И Юмичу надо участвовать И Юмичу надо знать, что тут происходит Смотри, грунт какой-то, да? Вот смотри, мы его туда кладем Улиткам, улиткам, которых ты еще ни разу не видела А Юме надо все лизнуть языком Да, попробовать меня не надо пробовать Так, все, иди Мне нужно две руки Но, на самом деле, пока я его пилила, я поняла, что ни тазик, ни тряпочка не спасет вас от грязи, от каких-то частичек Меня не спасло, по крайней мере, может я и правда рукожоп какой-то, но вы видели сколько Алиса! Ты че? Только я недавно сказала, какая ты хорошая кошка и пользуешься когтеточкой, как ты полезла кресло драть Простите Так вот, ну вроде нормально получилось И все равно напоросячила Может я неаккуратный рукожопик, может нет, но все равно везде чуть-чуть понасыпала Еще и контейнеры тут по стеночкам, по бокам Запачкала Я купила вот такой вот мешочек с мхом Здесь его достаточно у нас И вот тут положим им в уголки понемножку мха Потому что улиточки, как я читала, узнавала, мне рассказывали, в мох зарываются Вообще любят мох, едят его Я хочу завести сюда еще улитку альбиноса Если вы видели, что это такое, вы знаете, такая белая улитка Но пока что у нас будет вот такое разделение Двое и один Я подготовила вот такие пластиковые крышечки Короче, у меня здесь есть сепия вот такая Это спрессованный, обезвоженный и опресненный панцирь каракатицы У меня есть подкормка для улиток А подкормку вот в эту вот входит уже все, что улитки любят и могут есть И полезное для них, типа кальций, например Здесь кальция 70%, всякие кашки, хлопья овсяные, пшеничные, ничменные, гречные, пшеничные Пшеные, рисовые, ржаные Здесь же уже гомарус, дапния, то есть то, что полезно для улиток Мы сейчас по чайной ложечке вот сюда положим им А еще здесь есть гомарус сушеный, который тоже в составе подкормки есть Это вот такие вот, вообще прикол, маленькие Блин, я боюсь сейчас его просто все рассыплю Креветочки На удивление, можете себе представить, улитки любят есть креветок Это так странно Что такое, кис Алис? Алис, смотри, какая штука Я рассыпала весь гомарус на пол Смотри, Алис, смотри, креветки Да, прикол Короче, придется мне пылесосить Ну я же сказала, это, я же мэджик Я не могу ничего не рассыпать, не уронить, не здесь, так там В общем, они обожают этих креветочек Я один раз видела, как улитка их хлопает Положим свежие листья салата, они обожают их грызть Сепию положу в другой раз Прощай, наш старый красивый белый замок Сейчас мы немножко покупаемся тут И поедем в новый дом Смотрите, какие они уже большие Вот какая одна размером улитка Мне кажется, что улитки любят купаться По крайней мере, мои Вот всегда, когда они чувствуют воду, они так оживляются, вылазят, начинают ползать Но я где-то слышала и читала, что они на самом деле не любят купаться Что не нужно им их постоянно купать и мыть Но я и так это делаю не слишком часто Но все-таки, мне кажется, им прикольно Я когда начала читать про улиток, я узнала, что у них на самом деле огромное количество зубов Около 11 тысяч, по-моему, они каким-то там своеобразным способом расположены Вообще, сам факт, что у улиток есть зубы, это очень странно Главное, чтобы вода не попадала в дыхательные их органы Там вот у них дырочка такая открывается И вот это опасно, что вода может туда попасть Сейчас мы всех сполоснем Посмотрите, как она вылезла, прям вытянулась Помоем их панцири Какой такой большой монстр Если честно, я не думала, что я полюблю улиток, что они мне будут так нравиться Я думала, ну, улитки и улитки, но в какой-то момент я прям их влюбилась в них Я прям чувствую, как она присосалась И ползет, есть мою руку Тоже вот я читала, интересно, что вот эти вот две штучки, на которых такие темные точечки, усики, это глаза А усики это вот это вот А вот этим он видит органами Ну все, мы помылись, я думаю, достаточно нам уже покупались мы Все проснулись Реакция собак будет, они их ни разу вот так вблизи не видели Юмичу, конечно же, все начнет лизать, поэтому ей так показывать нельзя, вот Софиша может нюхать Что такое? Они как думают, как будто это еда какая-то, они так активно прям Так, спокойно, спокойно, я просто покажу, вот, смотрите Юми не лежи Эйвон нюхает Миша тоже интересно А улитки, главное, не прячутся, смотрите, они прям вылезли такие Даже Мишка пришла понюхать, кто это такие? Что это за звери? Юми не лежи Смотри, Мишань, кто это? Это улитки Что это? Эйвон явно такой, типа, что это, кто это? Кто это? Такая у Эйвена реакция интересная Он так понюхает, такой, уши так делают, типа, кто это? Почему оно шевелится? А улитки прям выпалли и смотрят Эйвон самый такой, Эйвону больше всех интересно Алиса Алиса, зачем ты это сделала? Алиса, стой! Алиса Алиса птичку поймала Капец Она все время там что-то бегала, 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 что-то прыгала, ловила, вот и вот Что-то много жертв за один день И птичка, еще и мышка Так нельзя Хотя, ты же просто кошка, ты не понимаешь Охотничий инстинкт Алискин принес нам сегодня две жертвы Сейчас она такая распушенная, распушенная с мороза Смотри, кто это, Алис? Это улитки Алиска почему-то облизывается, но все, все, неинтересно Начала умываться, она же только с улицы зашла Интерес к ним быстро потеряла, быстрее даже, чем собаки, мне кажется По поводу имен, вы все сами знаете, комментарии, опросики и так далее Вот этот вот у нас темненький улитенок пойдет сюда А светленькую я планирую поселить вместе с альбиносом Она приклеилась к пальцу просто Она ест мой палец, посмотрите Причем к такому пальцу Так, темненькие будут жить вот здесь Она прям уже поползла туда, на этот, на мох А светленькие будут жить вот здесь Эта уже прям учуяла еду какую-то и поползла Кстати, у улиток, как выяснилось, нет пола То есть они и мальчики, и девочки гермафродиты Поэтому нельзя говорить там он, она В нашем случае Оно поползло есть мох Он прям ползет ко мху Мне кажется им прям явно нравится Новое жилье Причем они так разделились явно вдвоем И каждая в свой уголок поползли Не к еде Уже ест прям там еду Под кормку лопает Я один раз видела, так смешно выглядела Когда она поела что-то и подняла голову У нее такая замазанная была морда Как у ребенка, который такой вляпался В кашу Ой, рот, рот, рот О, блин О, что происходит Что это такое Вообще такой инопланетянин Она изогнулась вся и вот так вот ртом делает Я надеюсь Ой, 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 что это, что это такое вообще Это зуб у нее или что Жует она так Капец Креветку сейчас будет есть О, как она это делает Еще я слышала, что они вот этот мох Который они сейчас заползли Они не просто там заползли на него и сидят в нем И заковыриваться в него будут, закапываться Но они прям едят этот мох Точно так же, как обычную еду свою Овощи, салатики То есть это как для них еда И они сейчас несколько дней Будут просто вот этот мох сживать Короче, переселились улитки Заселились в свои новые дома И я поняла, мне кажется Все-таки вот одного контейнера На одну такую улитку достаточно А вот этим двоим будет, наверное, тесновато И все-таки нужен будет еще один контейнер Соответственно, если захочется еще альбиноса Нужен будет еще один Короче, будет такая гора контейнеров А вы все, переходите по ссылкам на новые видео Увидимся скоро в новых роликах Подписывайтесь, лайки, ставьте комментарии Пишите, голосуйте, попросите, все Пока! Смотрите на наших улиток